Почти 100 тысяч казахстанцев пожаловались на шумных соседей. Это данные экстренной службы 102 за прошлый год и новый рекорд по количеству обращений. Полицейские оштрафовали нарушителей тишины на миллиард тенге. Причем каждый пятый звонок поступило жителей столицы. Наша коллега расскажет подробнее. Раиса Дусанова в столицу с семьей переехала почти 30 лет назад. За это время она поменяла несколько квартир. Проблема шумоизоляции практически во всех многоэтажках, рассказывает она. Ночной покой часто нарушают шумные соседи. Громко выясняют отношения, устраивают веселые застолья до утра или круглосуточно делают ремонт. После 10 ночи начинается и сверление, особенно в новых домах я жила. Шум, грохот, молоток. Это все неудобно, очень неудобно. Мы боролись. Вот, например, я жила в одном ЖК последнем, предпоследнем. Естественно, там мы жаловались. Уже сама председатель ОСИ или КСК. Вызывали мы административную полицию. Вызывали 102. Естественно, адам штрафы накладывали. Но это было бесполезно. Сейчас число звонков в полицию из-за шумных соседей выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Больше всего обращений среди жителей мегаполисов. По квартире они бегают, а слышно там нам, сверху особенно было, дети, а они вообще непослушные. Скажут женщины, мамочки, ну, это же дети. Я говорю, дети, да дети. У меня тоже дети двое маленьких. А ремонт делают. Сверлят, стены убирают. Ночью, в пять ночи делали тоже. Жаловались, соседки жаловались. Там рядом с ними живут. Вообще, она, говорит, спать не могла. Бывает, иногда приходится подняться и предупредить, что как бы уже поздно. Ну и все нормально после этого становится. За 23-й год полицейские оформили 94 тысячи протоколов на нарушителей тишины. Только с начала этого года казахстанцы заплатили 345 миллионов тенге штрафов. Там предусмотрены санкции в виде физическим лицам от 5 до индивидуальным предпринимателям до 100 МРП. То есть для физических лиц это 18 тысяч тенге. Для индивидуальных предпринимателей это доходит до 370 тысяч тенге. Нарушение тишины повторно. На физических лицах это уже налагается штраф 10 МРП, а на индивидуальных предпринимателях до 150 МРП. Шуметь нельзя с 10 вечера до 9 утра в рабочие дни. Праздники и выходные режим тишины должен соблюдаться с 11 ночи до 10 утра. Кстати, чтобы составить протокол, полицейским приходится опрашивать соседей. Полномочий по измерению шума у них нет. Сейчас полномочия по замеру шума только у санитарно-эпидемиологического контроля. То есть в данном случае я предлагаю расширить полномочия полицейских и при выезде на такие факты, чтобы у полицейских была возможность замерять шум. К слову, до суда эти дела не доходят. Хотя, если жалобщик докажет в суде, что, к примеру, громкая музыка через стенку привела к бессоннице, то вполне можно взыскать моральный ущерб и компенсацию. Бутогос Базарбаева, Юрбулда Иров, 24КЗ.